Следующий БАД – карбонат кальция и вообще БАД с кальцием. В двух видах, да, у нас есть биологически активная добавка к пище – карбонат кальция. Вы понимаете, что это не виватон, и к виватону отношение не имеет, но имеется ввиду к экстракту. Но внутри системы мы предлагаем использовать продукты кальция, потому что они очень бывают нужны в период пропиток. Почему? Смотрите. По поводу кальция очень-очень много сейчас и страшной, и пугающей информации, что препараты кальция вызывают рак, и что они блокируют передачу импульсов, и что они вызывают отложение солей. Ну, это известно, да, кальцификация сосудов, ну и так далее, и так далее. Масса всяких удивительных вещей. Но смысл в чем? Смысл в том, что мы говорим с вами об ацидозе. Мы уже много раз об этом говорили, и все мы находимся в состоянии компенсированного ацидоза. Что такое ацидоз? Мы на примере уксусной кислоты сейчас рассмотрим. На самом деле источником кислот могут являться масса веществ, да, мы с вами посмотрели. Это могут быть экзогенные вещества, которые с пищей поступают, и с водой кислая вода. Это могут быть эндогенные гормоны стресса и так далее. Они превращаются в кислоты. Это могут быть продукты, содержащие сахар рафинад, потому что они в процессе цикла крепса превращаются в первовиноградную кислоту и так далее. То есть масса каких-то метаболитов, которые имеют кислориакцию. На примере уксуса мы рассмотрим, потому что уксус – самая маленькая молекула, и на примере его очень все понятно. Потому что все остальные молекулы на доску не поместятся по формуле. Значит, уксус у нас состоит из двух атомов углерода. Но это можете зарисовывать, можете не зарисовывать. Это кислота. Помните pH, да, pH с плюсом. Вот, уксус диссоциирует с образованием ионокислоты и аниона. Молекула не подвергается ферментации. То есть уксусная молекула, в отличие от молекулы лимонной кислоты, помните, мы говорили, да, почему лимоны ощелачивают? Лимонная кислота, она подвергается ферментации. И в процессе ферментации быстро превращается в щелочь. Уксус – нет. То есть если вы едите продукты, содержащие уксус, то напрямую он всасывается через ротовую полость, потом через пищевую. То есть на протяжении всего желудочно-кишечного тракта он беспрепятственно поступает в кровь. И это достаточно опасно для организма, потому что повышение кислотности крови приводит к слепанию ретроцитов, к нарушению кровообращения. Поэтому что делает организм? Он берет первый подходящий какой-то макроэлемент для того, чтобы нейтрализовать эту молекулу локсуса. Она очень кислую реакцию дает. А какая молекула используется? Конечно же, кальций. То есть если кальций поступает с пищей, это предпочтительно, то расходуется он на нейтрализацию этой молекулы. Если с пищей кальция поступает недостаточно, то происходит процесс вымывания кальция из костей. Так работает любой ацидоз. Он истончает кости. И принцип кислотно-щелочного равновесия впервые был очень точной и емко, ну более емкой. Фразы я не нашла нигде и никогда. Четыре тысячи лет назад пророк Исаия сказал, радуйтесь и доуточнятся кости ваши. Здесь емко и кратко сказано основы кислотно-щелочного равновесия. Радость это выработка щелочи, эндорфинов и так далее. Щелочь пополняет кости. То есть в щелочной среде кальций не нужен, он не вымывается. В кислой среде он вымывается. Ну так что происходит? Для кальция два заряда имеет, поэтому две молекулы кислоты уксусной он связывает. И получается что? Получается соль. Получается соль из двух молекул. Вот этих получается у нас ацетат кальция. И вода. Вот как. Вот теперь у нас было две молекулы кислоты. Кальцием эта кислота связывается и превращается в соль. Соль в отличие от кислоты уже более или менее безопасна для организма с точки зрения кислотности, потому что соль имеет нейтральную реакцию. И эта соль, если достаточно растворитель, должна будет выводиться через почки, то есть соли, да? Но зачастую растворителя не хватает, потому что воду-то пьем кислую, она ничего не растворяет, она только усугубляет. Поэтому происходит отложение солей. И вот шлаки, все, что в суставах скрипит, все, что на сосудах там нарастает, все, что выкристаллизовывается в крови, это различные варианты различных солей. Как правило, там разные макроэлементы участвуют, может магний участвует, железо, различные щелочные минералы, но в целом, в основном минералы, они связывают кислоты и превращают их в соли. Поэтому это более безопасная для организма субстанция, ожога внутренних органов не происходит, если соли там присутствуют. То есть организм себя обезопасил, но израсходовал ресурс. Дальше. При пропитках начинается процесс активизации. Вот, скажем, у нас вот этого добра накопилось много-много-много. Где, не будем сейчас говорить, мало ли где. В суставах, например. Вот накопилось. Почему виватон иногда называют средством, у вас там есть, говорит, натирка для суставов. То есть это самый частый вопрос. Сарафанное радио работает. И у нас очень многие пенсионеры там без палочки стали ходить, у кого коленки там скрипели. Они садятся, там смотрятся, там Малахов, пусть говорят. И час там коленки пропитывают. И всегда есть стадия, на которой вот процентов 50 срезаются сразу людей. Какая стадия? Стадия опухания. То есть у них начинают опухать колени. Вроде бы все там как-то было не очень хорошо, но стало еще хуже. Лошадьимая сила не помогает? Я вот... Не знаю. Который Малахов. Лошадьям, наверное. Не, я имею в виду этого, Андрея Малахов. Сейчас того-то уже нет. То неважно, какую они передачу смотрят, там ничего хорошего не показывают. В общем, соли начнут снова выводиться. И вот механизм вывода солей вам обязательно нужно знать. Потому что вот на этой стадии большинство людей делают ошибки и пугаются. Для того, чтобы вот это вывести, а это, как правило, если оно уже скоплено, да, там кристаллы возникают, кристаллы, чтобы их растворить, единственный способ их вывести, снова перевести в состояние кислоты. То есть соли выводятся через стадию образования кислоты. Вот этим объясняется то, что при пропитке вроде бы человек пришел, все было в порядке, моча там нейтральная или там слабо кислая. Начинаете делать пропитки, вроде щелочью воздействуете, а с мочой выходит колоссальное количество кислоты. Вот это именно этим и объясняется. И на этой стадии, когда на фоне пропиток начинается снова перевод в кислоту, возможно, отеки там. Это не всегда. Это я вот вам не говорю, что вот вы пропитали кого-то, он опух, да, и не пришел больше к вам. Это бывает очень редко, как правило, ресурс организма позволяет, даже вот иногда эти процессы происходят вообще незаметно. То есть кого-то пропитываешь, потом через полгода смотришь, оба суставы, как бы все нормально, а он и не почувствовал. Это не обязательно прям вот будет только так. Но процессы проходят в организме вот такие. И вот перевод происходит в стадию кислоты. И вот в этот период очень важно получать экзогенные кальции, потому что вот этот кальций, который отсюда выходит, он уже, ну как сказать, он неактивный. Он не может снова участвовать в связывании кислоты. Нужно, чтобы поступил свежий кальций с определенным уровнем заряда для того, чтобы снова связать кислоту. Чтобы ожога не было внутренних органов. Чтобы в этот период кости не, ну не, не, в ущербе не были. И поэтому при пропиточках мы обязательно рекомендуем пить карбонат кальция, либо капсулы с кальцием, либо сам карбонат. И тут опять же наш вам подарок. Вы начинающие химики у нас. И сейчас посмотрим, что же у нас с кальцием. Если мы будем пить карбонат. Если мы спокойно переносим, красим, и кипать не обухает, ему все равно надо пить карбонат? Ну желательно, хотя бы не, ну коротенький период, хотя бы месяц, да, хотя бы первые 4-5 пропиток, чтобы вот поступление минералов какое-то было. Либо найти какой-то другой источник. Есть масса биологически активных добавок минеральных. Но важна форма кальция. Потому что вы можете съесть банку карбоната, а толку никакого. Почему? Потому что карбонат кальция, который у нас продается, это вещество нерастворимое. Если вы добавляете его, например, в банках по 250 грамм продается, порошок белый. Вы его растворяете, у вас получается не раствор, а взвесь. То есть твердый он. Он фактически работает как сорбент. Да, немножечко крепит желудочно-кишечный тракт. Ну хороший сорбент, то есть при отравлении и так далее. Но как источник кальция слабый, ну или никакой, скажем прямо, да. Что делали всегда в детстве вам, мама, скорлупу терла? Что перед приемом она делала? Лимонная кислота, лимонный сок добавляла. Что происходит при добавлении лимонного сока? Происходит следующее. Тут у нас цитрат, ну лимонная кислота, да, и водородик. Происходит замещение. У вас получается цитрат кальция. Цитрат кальция. И выделяется что? СО2 и вода. Он же шипит. Пузырьки там идут, да? Вот, выделяется газ, он улетает. И у вас получается самая активная в мире самая биодоступная форма кальция. Все самые дорогие препараты кальция содержат цитрат кальция. Все самые дорогие препараты магния содержат цитрат магния, потому что это легко диссоциируемая соль. То есть это биологически доступный кальций. И вы у себя на кухне из дешевого карбоната с помощью лимона делаете самый дорогой в мире препарат кальция. Классно? А сколько лимона нужно выжать? А, пока шипит. Как пинцем. То есть каплю, две, что ли? Ну нет, там, не знаю. Обычно я беру столовую ложку, например, лимонного сока свежего. Ну и туда где-то четверть ложки карбоната. Все это перемешивается, шипит, шипит, шипит. В этот момент выделяется огромное количество электронов. То есть вот этот карбонат кальция, так же, как и гашеная сода, он дает выделение большого количества электронов. Поэтому, не знаю, как вы, а я сейчас подумала, у меня аж... Да, да, да. Это очень вкусно. То есть вы берете прям и водичкой запиваете, да. А как вариант, можно вмешать карбонат с лимонной кислотой? Нет, нет, синтетика не дает такого, к сожалению. Ну не знаю, к счастью, наверное. Потому что в лимоне же не только лимонная кислота, там и другие кислоты. То есть получается комплексный такой препарат. Чайный тоже какой? Чайный. Чайный, да. То есть здесь много не надо. То есть достаточно будет, он очень хорошо усваивается. Он будет связывать на этот период. Какой день его пить надо? Один-два раза в день. А если без карбита просто его пить? Тоже хорошо, тоже хорошо, да. Да, цитрат такая форма, что он кальцификаты не производит, не откладывается. Да, поэтому цитрат одна из самых... Но с другой стороны, вы должны понимать, что если идет общий ацидос, и если вы едите много уксуса, кальций, это хорошо, что он связывает кислоты, правильно? Но если вы пьете некачественную воду, то у вас будет отложение вот этих солей. То есть это все нужно еще помогать организму вывести. Поэтому первые процедуры, первые пропитки обязательно, это прямо на лбу клиентов пишите, да? Пить воду. То есть обязательно на первых процедурах там все, чтобы они не чувствовали себя плохо, они, ну вот, при интоксикации, ацидозе там и так далее. Пить воду, пить воду, пить воду. Это не тот кальций, который у вас придает, ну, к лежаной, как бы приедет к себе. Что можно им предложить пить? Ну, какие-то формы цитрата кальция. Я бы не рекомендовала, например, покупать формы с витамином D и с аскорбиновой кислотой. Потому что это идет усиление всасывания насильственное. Ну, то есть это там и в кости они типа встраиваются и все такое. Но этого не нужно делать, надо дать и он, и кальция. А организм уже сам решает, он будет его встраивать или не будет. Продается очень хороший, кстати, препарат. Но опять же, вы должны знать, как у вас состояние магния. Если он у вас и так повышен, то нельзя принимать. Это вот как раз то, что Александр Михайлович вам советовал. Сделать анализ по волосам и ногтям. Цитрат магния называется... Он вроде более безопасный, чем кальций. Работает приблизительно так же. Это два брата магния и кальций. Как же он называется? Калм. Натурал калм. Да, да, да. Это порошочек такой, лимонный вкус у него такой. Это цитрат магния. То есть как вариант? Кальция уже с лимонным соком получается. Цитрат кальция, он и состоит из лимонной кислоты и кальция. Цитрат и лимонная кислота это одно и то же. Цитрат магния, да? Или цитрат магния, да. Магния очень ожидают. У многих. У 80% будет попадание, но бывает такое, что он и повышен. Поэтому, чтобы обезопасить себя, лучше уж совсем грамотно поступить. Но в целом кальций, вы должны понимать, на первых этапах очень-очень рекомендуем. И к тому же не неситесь за рекламой, не как бы вы на кухне у себя с лимоном и дешевым карбонатом можете сделать самую хорошее форму кальция. Называется средство? Натурал калм. Калм? Калм. Это такое спокойское? Да, потому что магний, он же снимает возбуждение нервной системы, поэтому называется натурал калм. А почему говорят, что лучше употреблять магний, чем кальций? Вот именно в силу того, что магний, он в большем количестве биохимических процессов побочных участвует. И миокард восстанавливает, и там нервную систему возбуждения снимает, и спазмы снимает. То есть у него спектр воздействия больше. И на кальций сейчас очень много катится бочек, именно потому что люди в ацидозе, употребляя кальций, начинают являться откладывателями солей. И поэтому считают, что это плохо. На самом деле это не плохо, просто ты не учел, что нужно какую форму кальция, что нужно пить воды, что нужно это все выводить, ну и так далее. То есть это просто не, ну как бы... Потому что они же ведь, как говорят, когда наступает менопауза у женщины, ломки костей. Я вас умоляю, восстанавливайте кислотно-щелочное равновесие, да, убирайте ацидоз, и вам не понадобятся препараты кальция. А лучше тогда, грубо говоря, пить магний, чем кальция. Ну в целом да, в целом женщине в период менопаузы, если уж такая беда случилась, то нужно просто в два раза увеличить поступление минеральных веществ, в два раза увеличить количество щелочных мероприятий, щелочной воды, щелочных ванн, щелочного ухода за телом. То есть все это увеличить просто в два раза. Тогда ни кости разрушаться не будут, ни... А возможно и восстановится цикл. Так, дальше. Это что касается карбоната. А еще у нас есть форма кальция в виде капсул. Бат, капсулы с кальцием, 60 штук в пластиковой банке. По прайсу, как написано. Это более удобно с точки зрения... Ну, закинул капсулы и пошел. Там тот же самый карбонат, что и в банках с карбонатом, насколько я знаю, да? То есть туда фасуется. Но туда добавляется какая-то часть сухого экстракта виватон. То есть там кальций плюс сухой экстракт виватон. Сухой экстракт виватон содержит биологически активные молекулы, которые хоть в небольшом таком проценте, но все-таки переводят карбонатный кальций в хилатную форму. То есть там идет усвоение не за счет того, что вы в соль его переводите, как в случае цитрата, а усвоение идет за счет того, что хилатирование происходит. Небольшой объем, но в целом тоже усиливает усвоение кальция. За счет хилатирования. Да, идет усвоение за счет хилатирования. Ну, степень этого усвоения варьирует у людей с разной кислотностью желудочного сока. Опять же, первая группа усваивает препараты кальция лучше, потому что у них кислотность повышенная, а кальция усваивается в кислой среде. Ну и так далее. То есть есть нюансы, это требует исследований. Но в целом это более такой, более, ну как скажем, простой способ использования кальция. Но вот мой взгляд, что перевод в цитрат, он все-таки предпочтительный. Там у вас и электроотрицательность высокая, и цитрат, и витамин С. То есть там все есть, да. То есть очень предпочтительный способ, чем капсулы. Дальше. Это все, что касается БАДов с кальцием. Какие-то...